Обращаемся к командованию миротворческих сил генерал-полковнику Ленцову. Поварищ генерал, миротворцы Нагорно-Карабахской республики, дислоцированные в Нагорно-Карабахской республике, должны были обеспечить мир в регионе и обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха от агрессии врага и всяких посягательств. Но сводом миротворческих сил мы увидели воплющие преступления. Враг убивал гражданское население и оккупировал все новые территории. Последующая блокада Лачинского коридора поставила страну перед серьезной угрозой геноцида. Мы имеем серьезные проблемы с продуктами питания, с топливом, парализована вся транспортная инфраструктура и это привело уже к катастрофическим исходам. Наиболее уязвимой частью населения беременные женщины из-за неполноценного питания, из-за невозможности передвигаться на транспорте теряют своих детей. Их сердца останавливаются в утробе матери. Больные люди, которые не имеют возможности принимать лечение в Арцахе, отказываются ездить в Ереван за лечением, потому что враг, захватив Лачинский коридор, захватывает силы и отбирает этих людей у Красного Креста при присутствии миротворцев и их сажают в бакинские тюрьмы. Кроме того, ситуация усложняется с каждым днем и продовольственная нехватка продуктов питания грозит скоро перерасти в тотальный голод со всеми отсюда вытекающими последствиями. Эти нарушения, которые позволил себе враг, позволил спопустительство миротворческого контингента. Грядущий тотальный голод, путем которого враг хочет довести нас до геноцида, то есть устроить геноцид, геноцид, язык не поворачивается, чем это может закончиться. Передайте вашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, что все последующие бедствия, необратимые явления, все смерти будут на его совести. Он обещал карабахцам достойную жизнь, но свое слово не сдержал. 4-го числа мы приехали сюда, обратились к вам, что мы готовы предоставить вам свою помощь для того, чтобы разблокировать Лачинский коридор. Вы потребовали от нас письменное обращение, и на наше обращение ваш ответ вызвал больше вопросов, чем мы получили конкретные ответы. Дело в том, что миротворческий контингент Российской Федерации отказывается обеспечивать безопасность мирной акции, мирного автопробега на мост Акалии. Дело в том, что по заявлению 9 ноября контроль за прекращением огня установила Россия, и она должна соблюдать этот контроль. Помимо того, контроль над Лачинским коридором тоже только за вами. Но вы пустили туда вооруженных азербайджанцев, и они представили азербайджанцев, которые, если не каждый день, то через день стреляют в нашу сторону. А от нас требуете, чтобы мы без оружия проходили по этому коридору в сторону Шуши, и при этом сами отказываетесь сопровождать колонну. Контроль над коридором был исключительно по заявлению 9 ноября под исключительным контролем миротворческих сил. Но там появились вооруженные азербайджанцы, которые незаконным путем требуют у армян паспорта и представляют этим серьезную угрозу. Наше требование к вам. Значит, прекратить эти бессмысленные ответы, что по заявлению от 9 ноября не предусмотрено обеспечивать контроль мирных акций автопробегов. Я скажу вам, что в цивилизованном мире мирные акции и мирные автопробеги, мирные собрания должны обеспечивать безопасность их с особой вниманием. Так требуют международные законы, так принято в цивилизованном мире. И кроме того, все нарушения, связанные с захватом Лачинского коридора, это являются спопустительством миротворцев Российской Федерации, и вы закрываете на это глаза. Если вы отказываете нам в обеспечении безопасности мирного автопробега, если вы не соблюдаете заявление от 9 ноября, если вы закрываете глаза на геноцидальную политику Алиева, Российская Федерация становится соучастником геноцида. Поэтому мы обращаемся к вам и рассчитываем, что у вас заиграет совесть, и вы будете соблюдать заявление вашего президента, трехстороннее заявление. Иначе, повторяю, Российская Федерация и президент Владимир Владимирович Путин является соучастником того геноцида, который готовит нам Алиев. Российская Федерация 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 Продолжение следует...